Когда, смотрите, у каждого человека есть свой денежный поток, он, допустим, такой, и у этого человека он еще тоже свой, я не знаю, это, наверное, американцы, опять же, подсчитали, на каждого человека есть по миллиону долларов в мире, то есть у каждого человека свой денежный поток, то есть у тебя есть право взять свой миллион всегда. И когда ты берешь от своего потока денежного, отдаешь какую-то часть ежемесячно вот сюда, и у него становится вот этих денег больше. Я не знаю, как хотите, зависит от вашего вероисповедания или тому, Вселенная, Бог, космос смотрит на вас сверху, вы заработали деньги, и какую-то часть отдали вот этому человеку просто так. Наверное, ему не надо, его денежный поток сокращают на эту сумму, на ту сумму, которую ты отдаешь, и начинаешь меньше зарабатывать. У этого человека, он ничего не делал, но у него прирастает вот этот объем. Наверное, ему не надо, его деньги сокращают, денежный поток сокращается тоже, то есть сокращается и у того, кто дает, и у того, кто берет. Теперь я пройду. Поэтому есть упражнение на тренинге, я всегда даю, чтобы вы сделали список тех людей, кому ты должен денег. В 95-м году 500 я занимал, отдай. И делаешь второй список тем, кто должен тебе. В общем, кому ты должен, ты просто в течение недели берешь и отдаешь, там, на каске куда-то переводишь, что-то делаешь, или если он в зоне доступа и отдаешь. Если тебе, человеку, не получается отдать, короче, уже прости себя. Если ты ему звонишь, он не берет трубку, и ты его в соцсетях ищешь, его нету, вы договорились встретиться, но он улетел куда-то, и вот 3-4 раза не получилось остыковаться, вы же, короче, забыли. А кредит это тоже долг? Кредит это долг, но кредит это немножко, знаете, я не люблю кредит. Мы сейчас об этом поговорим, но кредит это получается тогда, когда ты обесцениваешь покупку. Ты эмоциональную стоимость покупки занижаешь. Вот видите, да, есть люди, которые покупают айфон в кредит. Да, есть. Да, сейчас их много. Они не могут потратить сразу полторы тысячи долларов на телефон, но они могут ежемесячно тратить на него 300 долларов или там 200 долларов. То есть стоимость покупки эмоционально снизила. И если ты хочешь какой-то рост или разрыв шаблона в голове, то лучше купить за наличные сразу. И тогда ты склеишься там, 3 дня будешь болеть, это нейронные связи будут рваться, и будет, ну, от этого будет плохо прям. От этого будет прям плохо. Нейронные связи, когда рвутся, видели в кино, вот в книгах пишут, человека убил и сразу в рвоту, ну, убеду. Это обрыв нейронных связей. Это тогда, когда человек перешагивает за грань дозволенного. За грань дозволенного у него в голове. И второй раз убить человека будет легко. Что он переступил. Да. Вот и когда ты, почему я говорю, вот уровень нормы слышали же все, да там, уровень нормы надо повышать. Купив кредит в кредит айфон, ты не поднимешь свой уровень минограмма. Но купив айфон прям за деньги, ты свой уровень нормы, то есть ты себе больше можешь просто сорвать. Не все могут принять телефон за полторы тысячи, это очень сложно оказывается. Я всегда думал, что деньги зарабатываются в стрессе. Но я никогда не думал, что потратить деньги это еще больше стресс, чем заработать. Это ужасно, честно, ну это прям тяжело оказалось. И вот эти обрыв нервной связи, когда ты переходишь за грань дозволенного, открывается еще больше доходов, денег, возможностей. То есть ты начинаешь жить немного больше. Поэтому содержать людей, не содержать. И если тебя садят на иждивение, отказывайся. Бывают родители, там месяц тебе пересылают, сделай отдельную карту, вообще туда не делись. Есть ли, можно ли? А, например, отношение мирным мужем и женой, допустим, это жена где-то есть, там мужа... То есть спокойно, это твое право. А это нормально? Это мы сейчас туда дойдем. Сейчас мы дойдем, потому что женщина, в принципе, может не работать. Но в современном мире женщина обязана самореализоваться. Ты сама себя не будешь уважать. То есть у тебя будут дети, но не будут бизнеса, ты никому не нужна, нету социальной востребованности, у тебя будет депрессия, это будет нехорошо. Ты весь мозг вынесешь своему мужику просто. Пока дети маленькие еще окей, потому что у тебя есть полон рост забот своих. Но как только дети подрастают, ты весь мозг вынесешь просто мужику. А куда пошел, с кем пошел, а что делаешь, а когда придешь, то есть ты просто достанешь его. А если, например, у мужика дает представление, она должна успевать и с детьми, и работать, и готовить, и все, в общем, идеально. Это мы-то все хотим, да. А как ты говоришь? Физически невозможно. Возможно. Возможно? Возможно. Я видел женщину, и все успевают почему-то. Я, честно, я не знаю этого секрета. У мам наших спросите, как это происходит. Сильный опыт. Нет, у мам было все проще. У мам было все проще, потому что время было много. Ну ничего себе, у меня мама не делала. Нет, нет, вы сейчас... В школе работали, еще он все стирал. Вот, давайте, смотрите, тот поток информации, который выливался на наших родителей, он ничтожно мал. Да. Почему? Потому что все, что человек... Вот все книги, которые мы написали до 2013 года, да, вот все человеческое, сколько информации выдало, сегодня, сколько информации человечество выдает в день. Да, да. И это, ну, нам реально тяжелее. Нам реально тяжелее. Телефоны меняются раз в год, компьютеры меняются раз в год, приложение выходит под 15-20 штук в день, и поэтому нам немножко сложнее. Тогда было все понятно, здесь свои, там, чужие, ну, то есть такое. Сегодня мы живем в состоянии неопределенности, это намного сложнее. Вопрос сначала физически же. Нет, это же, ну, это же образ жизни, то есть постираться, когда тебя никто ничего не дергает, ну, в принципе, можно, но физически было сложнее, и жили из-за этого, ну, меньше. Да, то есть, сейчас мы подойдем, подождите, сейчас мы подойдем до вопроса жизни, потому что всегда возникает вопрос, что у нас по обычаям с младшим сыном живут всю жизнь, да, или там, ну, вот что-то это. Но раньше, когда жили за сыном всю жизнь, тогда жили 40 лет. Сегодня живут до 90, когда мне свою жизнь потом жить? Да. Да? Маме 90, мне 70, но уже непонятно, ты будешь путать, то старше, то младше. Я недавно посмотрел фильм, казахфильмовский, по-моему, ну, казахстанский, в общем, наши снимали эти, что я не знаю, «Гуд бай мой бай», вот прям рекомендую, «Гуд бай мой бай», посмотрите прям. Там, и там комментарии, когда в Ютубе пошли, вот, там по нашим традициям как нельзя, что-то плохие примеры берете, но весь мир сегодня в ту сторону двигается. Мы под иначе, ты не успеешь, не сможешь, и… Мы не сможем, потому что раньше немножко все по-другому было, немножко все было иначе, сейчас нужно немножко постараться. Мы боимся отрываться от традиций, это мост обустроен, мы боимся менять то, к чему мы привыкли, и мы будем за это держаться, и я, честно говоря, Советский Союз недавно только отпустил, ну, как года три, я все думал, что тогда было лучше, чтобы страна была сильнее, и сегодня то, что есть самоидентификация…